МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возьмется и русский авось не подвел. Новый год. Сын за ножницы и потихоньку обрезал. И на весы где-то килограмм лимона, лимоны, и грамм 800, это мандарины. Мандарины, лимонный урожай под Новый год стал настоящим подарком в этом доме. Решили модернизировать уход, чтобы деревца стали плодоносить больше. Как оказалось, цитрусовые – безумные водохлёбы и требуют ежедневного обильного полива и душа. Это вода с марганцовкой. Для чего? Ну, жарко же дома. Им надо было маленькое. Не брезгуют лимоны до мандарины и чаепитиям, потому Валентина Михайловна часто настаивает им заварку. А чтобы растения не заболели, балует настоем из конского навоза. Есть у цитрусовых ещё одно необычное гастрономическое предпочтение. Вот для них желательная посуда, пластмассовая не очень, а вот такая железная, чтобы вот как кастрюли, они когда ржавеют, и там получается эта вода-то вот, железо. Они любят железо. Надо туда, ну вот я добавляю, допустим, гвозди ржавые туда, и баночку, вот, покупаешь там рыбу какую-то или консервы, нарежешь туда маленьким пластиком, и туда землю в середину, когда вот подсыпаю землю, старую выбрасываю, а новую приходится подсыпать. В этом доме ржавых гвоздей не найти, лимоны съедают всё без остатка, а в награду одаривают своих хозяев обильным урожаем. Так они такие же, кисло-сладкие и всё. Ну, что много наешься, но главное это удовольствие, красота, красота. Особенно, когда весной они расцветают. Здесь запах страшный, ну приятный. Алексей Фёдорович заметил, что с появлением в их доме цитрусовых деревьев они с супругой практически перестали болеть. Лимоны напитывают всё пространство в квартире антибактерицидными веществами, да и чай с, собственно, выращенными плодами гораздо полезней и ароматней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова